Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Наверное, почти год, постоянное чувство страха, я уже не могу с ним бороться, бояться стал всего, что убрёт кто-то из родственников, уволят с работы, сильно заболеет кто-нибудь, нечем будет заплатить за ипотеку. Были моменты, когда думал о суициде, тоску по детству своему, вообще какое-то странное ощущение, будто меня маленького запихаривало в рослое тело. Я так не могу больше. Ну, смотрите. О чём мы здесь говорим? Да? Мы с вами здесь говорим о регрессе. То есть, это некое состояние, когда человек регрессирует, то есть впадает в детское состояние, то есть, ну, вот взрослый человек, да, взрослый человек, значит, начинает чувствоваться, да, маленький. Когда это происходит? Ну, в какой ситуации это происходит? А, значит, как правило, это происходит тогда, когда человеку нужно отчего-то убежать. Вот. Как правило, это происходит, когда человеку нужно отчего-то избежать. И таким образом несложно увидеть, несложно догадаться, что вы пытаетесь чего-то избежать. Вы пытаетесь от чего-то убежать. От чего вы пытаетесь убежать? Это хороший вопрос. На него нужно, как мне кажется, найти ответ. Ну, я думаю, что убегаете вы от ответственности, убегаете вы от страхов, убегаете вы от давления. Ну, слушай, на вас, на вас как бы есть давление. Вы его чувствуете, вы его ощущаете, это давление. Ну, я полагаю, что именно это является первопричиной ситуации. То есть, я полагаю, что вы убегаете от давления. То есть, слишком много вы на себя навалили, вероятно. Вот, слишком много вы от себя требовали, да и требуете, наверное, слишком много от себя. Ну, и вот, не выдерживаете, и в итоге впадает в детское состояние. Чтобы, может быть, показать вам, как это работает, я задам один простой вопрос. Ну, вот, вы перечислили то, чего вы боитесь. Да, вы перечислили это. А теперь, попробуйте сказать, чего вы хотите. Ну, вот, конкретно. То есть, что вы хотите, что вам интересно, что вам нравится, что вас привлекает, увлекает. Ну, вот, если у вас что-то, что вас привлекает. Если у вас что-то, что вам нравится, вот, ну, на данный момент, я думаю, что, если вы посмотрите, вы увидите, что ничего такого особенного. Все от вас нет. Я думаю, что если вы посмотрите, вы увидите, что вам особо ничего не нравится, вы увидите, что вы как-то вот не особо-то и делаете то, что вам нравится. Вы увидите, что вы увидите, что вы увидите, что вы делаете только то, что вот так или иначе необходимо делать. Вот это и является ответом на ваш вопрос. Это и является проблема, что вы не оставили для себя ничего, чего вам нравилось. Вот. Вот. А потом вы как-то вот, вот, получается, удивляетесь тому, что вы чувствуете. Ну, в данном случае, то, что вы описываете, на мой взгляд, представляет из себя такие перевернутые желания. То есть, вы бы хотели, то есть, вы бы хотели, полу-деформационных, вы бы хотели, чтобы исчерло все то, что вам мешает. Вот. Ага. Значит, ну, как это, как это работает, да? То есть, вы бы хотели, чтобы исчезло все то, что вам мешает, и в том числе, может быть, даже, чтобы исчезли вы. Вот. Ну, а здесь логика такая, что если я не могу, если я не могу сделать так, чтобы исчез то, что мне мешает, да, то я сделаю так, чтобы исчез я. Вот. Ну, тут логика как бы вполне понятна и очевидна, на мой взгляд. Вот. Вот. Поэтому, нужно в данном случае смотреть, чего вы хотите. Вот. Нужно в данном случае вам постараться заметить, где вы свои чувства, да, вот, свои желания, свои потребности, где вы их зажимаете, где вы, вот, как-то, ну, не позволяете им проявляться. Вот. И, соответственно, уже после этого можно будет думать о том, что вам делать дальше, да? В следующий момент выключается то. Значит, как вы видите помощь? Какой вы ее видите? Ну, психолог, в данном случае. То есть, вот, как вы видите эту помощь? Какой вы ее видите? Потому что, например, советы вам, ну, не помогут, это очевидно. Советы. Потому что если бы советы вам помогли, да, то, ну, вряд ли вы бы, вряд ли вам нужно было бы, ну, обращаться за помощью к нам. Вот, поэтому, ну, дело не в советах, очевидно. Значит, ныне, что работают, получать со страхами, в общем, вот, и потихонечку делать вероятно так, чтобы то, чего вы хотели. Вот. Ну, для вас установилось бы более важным, чем то, чего вы боитесь. Вот. Как-то, как-то так, я думаю, можно ответить вам в данном случае на вопрос. помощь проживании вам в ваших чувств. Вот. То есть, ээээ… помощь проживанию вам ваших, ээээ.. Понимаете, да? Какая штука. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.